В поселке Первомайский, в доме номер 25 по перелку Кавалерийскому сгнили канализационные трубы. Полностью. Сначала жители заметили, что вздулись полы, но подумали, что это просто утечка. Однако, когда вскрыли полы, оказалось, что все не так просто. Сосед снизу сказал, что это не пользуйтесь пока, потому что должна аварийная служба. Они приехали, вскрыли полы, хотели нарастить трубу, у них не получилось, что она вся сгнила, она разваливается. И эта проблема зависла на целых три недели. И получается, что пользуемся водой и воду, вместо того, чтобы пользоваться канализацией, выливаем на улицу, соответственно. Вот это проблема. Сейчас жители вынуждены жить у родственников, друзей или выносить воду ведрами, поскольку спускать ее нельзя. Все польется под квартиру. Более того, от воды разрушилась кирпичная кладка под домом. Светлана Бережная живет с годовалым ребенком на втором этаже и каждый день вынуждена по несколько раз спускаться вниз с полными ведрами. Я живу в квартире с маленьким ребенком. У нас нельзя пользоваться ванной, туалетом, мыть посуду. Но мне ребенка нужно мыть каждый день, и я вот с этими ведрами таскаюсь вниз со второго этажа. В управляющей компании Росстат нашему звонку очень удивились. Сообщили, что работы ведутся. На данный момент, по словам специалистов, заменили трубу, которая находится в доме. Более того, в работе им помогал житель квартиры, где вскрыли полы. Теперь необходимо заменить лопнувшую трубу, которая идет от фундамента до колодца. Для этого требуется проведение земляных работ. Их необходимо согласовать с остальными ресурсоснабжающими организациями. А этот процесс, к сожалению, очень небыстрый. Но директор УК, уверили нас, уже активно занимается. Депутат горсовета от поселка Первомайский Оксана Гермель сообщила нам, что о проблеме не знала, но пообещала в ближайшее время заняться решением этого вопроса. Какая организация и почему тормозит получение разрешений? А также, почему такая ситуация вообще произошла? Возможно, после вмешательства депутата проблема начнет решаться. Анна Поначева, Айдамир Насыров, служба информации телерадиокомпании Евразия.